Дисциплина трудовое право. Лекция номер 6. Тема лекции. Оплата труда. Понятие и структура заработной платы. Заработная плата или оплата труда работника – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации. Право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, гарантировано Конституцией Российской Федерации. Часть 3. Статья 37. Согласно части 1 статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата, как мы уже сказали выше, это вознаграждение за труд. Кроме того, можно сказать о том, что заработная плата выполняет определенные функции. Первая функция – это воспроизводственная функция, обеспечение нормального воспроизводства работников различных уровней квалификации. Заработная плата, являясь формой необходимого продукта, обеспечивает работников и членов его семьи средствами существования и развития. Вторая функция заработной платы – стимулирующая – установление обоснованных различий в оплате труда работников в зависимости от уровня их квалификации, сложности и ответственности выполняемых работ. Еще одна функция регулирующая – это способность заработной платы определить цену рабочей силы, формировать рынок рабочих мест. Привлекательность заработной платы должна проявляться в создании преимуществ в оплате труда работников, труд которых имеет повышенную народно-хозяйственную значимость. Какими же признаками обладает заработная плата? Но прежде всего заработная плата – это установленное соглашением сторон систематическое вознаграждение работника за выполнение им трудовой функции. Как правило, зарплата выплачивается в денежной форме, основана на заранее установленных тарифных нормах и учитывая трудовой вклад работника. Максимальным размером заработная плата не ограничивается, но не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного государством. Что же представляет собой структура заработной платы? Выделяются три составляющие заработной платы, различные по своему содержанию, целям, основаниям начисления, а именно Первое – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Вторая часть заработной платы – это компенсационные выплаты. Третья – стимулирующие выплаты. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, трудовые обязанности, не может быть ниже мрот. Либо минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, если на работодателей распространяется соответствующее региональное соглашение. Это следует из части 3, статьи 133, части 11, статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Заработная плата устанавливается самим трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Часть 1, статьи 135 Трудового кодекса. Максимальный размер заработной платы, как мы уже говорили, не ограничен, за исключением случаев, установленных в части 1, статьи 132 Трудового кодекса Российской Федерации. В каких же формах производится оплата труда? Часть 1, статьи 131, устанавливает, что выплата заработной платы производится в рублях. Она может осуществляться и в иностранной валюте, в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Это пункты 26, 27, части 1, статьи 9 Федерального закона от 10 октября 2003 года, номер 137 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. Согласно части 2, статьи 131 Трудового кодекса, заработная плата может быть выдана также и в неденежной форме. В случае, если между работником и работодателем возникают споры о форме, в которой должна быть выплачена заработная плата, нужно учитывать следующее. Имелось ли добровольное волеизъявление работника, подтвержденное его письменным заявлением на выплату заработной платы в неденежной форме? Еще одно условие. Заработная плата в неденежной форме не должна превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. Также выплата заработной платы в натуральной форме является обычной или желательной в соответствующих отраслях промышленности, видах экономической деятельности или профессиях, например, в сельском хозяйстве. Подобного рода выплаты являются подходящими для личного потребления работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу. При этом не допускается выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок. А также в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот. При выплате работнику заработной платы в натуральной форме должны быть соблюдены все требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров, передаваемых ему в качестве оплаты труда. То есть их стоимость во всяком случае не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной местности в период начисления выплат. Также необходимым условием современного трудового законодательства должно быть индексирование заработной платы. Повышение уровня реального содержания заработной платы, которая включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, часть 4 статьи 130 и статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации, является государственной гарантией. Работодатели, государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют заработную плату в порядке, определенном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Статья 134 ТК РФ Если же работодатели не относятся к бюджетной сфере, то они индексируют заработную плату в порядке, закрепленном в коллективном договоре, в соглашениях и локальных нормативных актов. То есть в коллективном договоре, в соглашениях и локальных нормативных актах должен быть определен порядок индексации заработной платы. Его отсутствие в указанных документах может быть расценено как нарушение данной статьи, в связи с чем есть риск привлечения к ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а при повторном совершении аналогичного правонарушения по части 2 этой статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ. Рассмотрим вопрос системы заработной платы. Под системой заработной платы принято подразумевать способы начисления заработной платы в организации в зависимости от измерителей труда работника. Такими измерителями могут быть само рабочее время, количество выработанной продукции или оказанных услуг. Оплата труда работника соизмеряется с количеством отработанного времени, является почасовой, оплата труда в зависимости от выработанной продукции является сдельной. Как правило, в организациях используются разновидности указанных систем. Это может быть повременно-премиальная, прямая, косвенная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, бригадная и так далее. Более подробно об этих формах речь идет на предмете экономика организации. Давайте рассмотрим повременную систему оплаты труда. Это оплата труда за единицу времени. Примером такой оплаты может быть должностной оклад или тарифная ставка. Она фиксирована, например, 45 тысяч рублей в месяц. Повременно-премиальная же система характеризуется сочетанием повременной системы с премированием работников в соответствии с качеством и количеством выработанной в срок продукции и досрочным выполнением задания. Говоря о прямой сдельной заработной плате, можно говорить о том, что это такая система труда, которая основана на трудовом вкладе работника в зависимости от выработанной им продукции. Если токарь выполнил деталь или заготовку по стоимости 120 рублей, в день он делает таких заготовок 12, следовательно, средний дневной заработок токаря будет составлять 1440 рублей. Это 12 заготовок по 120 рублей. Это прямая или простая сдельная оплата труда. Как быть, если работник напрямую не выполняет, не создает никакой продукт? Допустим, наладчик станков. В данном случае мы говорим о такой форме заработной платы, о такой системе, как косвенно сдельная. Это вспомогательные работники, помощники основных. Оплата в зависимости от результата труда основного работника. Если основной работник получает в день 3000, то вспомогательный может получать процент от его заработка. Например, 30%. Сделать расчет несложно. Если же, допустим, вспомогательный работник обслуживает несколько станков, тогда это будет суммированная сумма, допустим, 30% от трех станков. И тогда его зарплата будет уже 90% от суммы зарплат тех работников основных, оборудование которых он, к примеру, обслуживает, является наладчиком этого оборудования. Следующая система – сдельно-премиальная. Она состоит из двух частей – из простой или прямой сдельной и премиальной части. Назначается сдельщиком за перевыполнение плана или сокращение сроков изготовления продукции. Еще один вид сдельной системы – это сдельно-прогрессивная. Такая система предусматривает прогрессию, то есть увеличение сдельных расценок за каждую единицу продукцию, выполненную сверх установленной нормы. Например, сверх плана – 100%. Вся продукция, объем продукции по плану или по установленной норме рассчитывается по одним расценкам за единицу продукции. Каждая последующая единица, выполненная сверх нормы, оплачивается уже по повышенным расценкам. Аккордная система – это разновидность сдельной системы, при которой труд оплачивается разово за весь объем выполненной продукции в установленный срок. Так, например, на строительстве дома работала бригада. К примеру, были плотники, электрики, каменщики, слесари, маляры. И бригадир получил всю сумму за выполненную работу. Затем распределение происходит внутри бригады. Иногда устанавливается так называемая система коллективного трудового участия. Каждому работнику выставляется КТУ. В сумме КТУ – это 100%. Таким образом, сумма, полученная при аккордной системе, выплачивается пропорционально коэффициенту трудового участия каждого рабочего. Поговорим о тарифной системе оплаты труда. Организации в небюджетной сферы вправе устанавливать для своих работников тарифную систему оплаты труда, основанную на тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных категорий. Работнику определенной категории присваивается разряд, который дает определенный коэффициент. И с учетом этого коэффициента происходит начисление заработной платы по тарифной сетке. Если мы рассматриваем в качестве примера системы заработной платы должностной оклад, то такая форма регулируется статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации. Оклад – это фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Таким образом, размеры окладов, должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда. В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности. При введении системы оплаты труда работодатель обязан ориентироваться на установление равного размера должностного оклада по должностям с равной сложностью труда. Какие же системы оплаты труда рассматриваются, применяются в государственных и муниципальных учреждениях? Для данных категорий работников, в том числе и использующих тарифные системы оплаты труда, размеры заработной платы и формы устанавливаются в зависимости от вида учреждений. В государственных учреждениях субъектов Российской Федерации коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В муниципальных же учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. То есть, начиная с вышестоящих источников федеральных, затем учитывают законы субъектов Федерации и местного самоуправления. При этом базовые оклады или базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам может устанавливать правительство Российской Федерации. Каким же образом оплачивается труд руководителей? Для руководителей организаций, а также их заместителей, главных бухгалтеров оплата труда производится в зависимости от источника финансирования. В организациях, финансируемых из федерального бюджета, оплата труда определяется правительством Российской Федерации. В организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, органами государственной власти соответствующего субъекта. В организациях, финансируемых из местного бюджета, органами местного самоуправления. Размер должностного оклада руководителей федерального учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости федерального учреждения. Должностные оклады их заместителей, главных бухгалтеров, устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. Претельный уровень соотношения средних заработных плат руководителей федеральных бюджетных и казенных учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается в кратности 1 к 8. В особом порядке устанавливается размер оплаты труда руководителей народных предприятий. Например, в таком законе, в федеральном законе об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий от 19 июля 1998 года номер 115 ФЗ, размер оплаты труда генерального директора за отчетный финансовый год не может быть более чем в 10 раз превышать средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия. Статья 13 данного закона. Следующим видом оплаты в структуре заработной платы являются компенсационные выплаты. Компенсации – это денежные выплаты, которые устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. Статья 164 ТК РФ. К выплатам, не входящим в состав заработной платы, относятся выплаты, указанные в статье 165, которые работникам предоставляются или производятся в следующих случаях. Например, при направлении в служебные командировки. То есть командировочные расходы не являются компенсационными выплатами. При переезде на работу в другую местность тоже это не будет являться компенсацией. При исполнении государственных или общественных обязанностей, при совмещении работы с получением образования, при вынужденном прекращении работы не по вине работника, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в некоторых случаях прекращение трудового договора, в связи с задержкой по вине работодателя, при выдаче трудовой книжки при увольнении работника. Доплата за работу во вредных или опасных условиях труда. Этот вид доплат регулируется частью первой статьи 146 и частью первой статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Данная компенсация не устанавливается, если условия труда на рабочем месте признаны безопасными по результатам их специальной оценки или в соответствии с заключением государственной экспертизы условий труда. Часть 4, ст. 219. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу с вредными или опасными условиями составляет 4% тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Часть 2, ст. 147. Невыплата причитающихся работнику компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена ответственность работодателя. Также производится оплата труда за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Это работники, работающие в условиях в районах крайнего севера и в других регионах, где климатические условия отличаются от средних климатических. Коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях являются частью заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать в полном размере. Процентная надбавка к заработной плате является составляющей компенсационной части заработной платы. Однако к компенсациям в прямом смысле ст. 164 не относится. Цель установления процентной надбавки за работу в особых климатических условиях – это поощрение продолжительности работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностям. Условия выплаты процентной надбавки – это наличие у работника определенного трудового стажа. По-другому он называется еще северным стажем. Не засчитываются в трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки к заработной плате, следующие периоды, деятельность на основании гражданско-правовых договоров, а не трудовых, и деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Порядок оплаты труда при выполнении работ различной квалификации регулируется статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. Так, статья, которую мы рассматриваем, для работников с повременной и сдельной оплатой труда устанавливает разный порядок оплаты при выполнении работ различной квалификации. Согласно части первой статьи 150 ТК РФ, труд работника с повременной оплатой труда оплачивается как работа более высокой квалификации. Согласно части второй этой статьи, труд работника с сдельной оплатой труда оплачивается по расценкам выполняемой им работы. А третья часть этой статьи говорит о том, что работнику с сдельной оплатой труда, когда с учетом характера производства ему поручается выполнение работ оплачиваемых ниже присвоенного ему разряда, необходимо возместить разрядную разницу. То есть сумма в заработной плате между заработной платой выше стоящего разряда и ниже стоящего разряда. Обязанность по выполнению работ различной квалификации может быть возложена на конкретного работника в рамках его профессии или должности. Но работник имеет право отказаться от такой работы, а работодатель не вправе отказаться оплачивать труд работника в соответствии с квалификацией путем принятия соответствующих нормативных актов. Если же этого не делать, то возникнет противоречие в статье 8 и 9, поскольку это будет считаться ухудшением положения работника относительно действующего трудового законодательства. Еще важным в трудовом законодательстве является понятие совмещения должностей. Очень часто работнику, который выполняет какую-то дополнительную функцию, не производится доплата. Например, за расширение зоны обслуживания или увеличение объема работы за выполнение работы временно отсутствующего работника. Таким образом, статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации вводит понятие доплаты за совмещение должностей. Каким же должен быть размер этой доплаты? Устанавливается по соглашению между работником и работодателем. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника имеет место, когда отсутствующий работник не выполняет трудовую функцию, но за ним сохраняется его место работы, например, во время командировки. А замещающий его работник выполняет и свои обязанности, и работу за временно отсутствующего работника. Таким образом, объем работы увеличивается, следовательно, это является основанием для установления доплат. Если же работник исполняет обязанности по вакантной должности без освобождения от основной работы, то в данном случае следует говорить о совмещении профессий, либо о расширении зон обслуживания и увеличении объема работы. На предыдущей лекции мы говорили о таком виде работ, как сверхурочные работы. Как же оплачивается эта работа, поговорим в этой лекции. Сверхурочная работа выполняется по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может быть компенсирована предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно, так называемые отгулы за ранее отработанное время. Посмотрим, какими же нормативными правовыми актами регулируется оплата сверхурочных работ. Но прежде всего это письмо Министерства труда России от 4 сентября 2018 года. Сверхурочная работа выполняется работникам в ночное время. Ее следует оплачивать и как сверхурочную, и как работу в ночное время. При определении продолжительности сверхурочной работы для оплаты в соответствии с частью первой статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации не учитывается работа, выполненная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере, либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха. Об этом мы уже тоже говорили. Каким же образом оплачиваются выходные дни, в том числе при сменном графике работы? Оплата – выходные и праздничные дни. Говоря о времени отдыха в предыдущей лекции, мы перечислили с вами те праздничные и нерабочие дни, которые утверждены правительством Российской Федерации. В случае, если работника привлекают к работе в выходные и праздничные дни, ему производится доплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Минимальный размер доплаты установлен частью первой этой статьи. В каком размере эти оплаты производятся? Сделщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам в размере не менее двойной дневной или тарифной часовой ставки. Работникам, получающим оклад в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверхоклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. И в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверхоклада, если эта работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, то есть являлась переработкой. Как быть, если работа в выходные дни выпала в связи со сменным графиком работы? Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день от нуля до 24 часов. Данное правило применяется и в случаях, когда на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня или смены. Вместо повышенной оплаты работнику по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. У работника есть право выбрать либо получить доплату, либо получить дополнительный день. Не требуется соблюдать порядок ст. 113, если для работника суббота или воскресенье не являются выходными днями, а выходные предоставляются ему в другие дни недели. В таком случае суббота и воскресенье являются для работников рабочими днями и оплачиваются в одинарном размере. Каким же образом производится оплата труда за работу в ночное время? Рабочим ночным временем у нас считается время с 22 до 6 часов. Мы тоже уже об этом говорили. Это ст. 96, часть 1. Постановлением правительства РФ предусмотрен единый для всех работников минимальный размер доплаты за работу в ночное время, а именно 20% доплата за каждый час работы. В основу берется часовая тарифная ставка. На нее начисляется 20% и умножается на количество часов, отработанных во время, считающимся ночным, то есть 22 до 6 часов. Если мы говорим о конкретных размерах повышения оплаты труда за работу в ночное время, то, конечно же, нужно смотреть, как они прописаны в коллективных или трудовых договорах и в локальных нормативных актах. Оплата времени отсутствия на работе в случае вызова работника по повестке в суд и другие органы. Это время не считается рабочим, но работник совершает визит в какую-то организацию не по собственной инициативе, а по, допустим, повестке в суд. Работник в рабочее время может быть привлечен к исполнению государственных или общественных обязанностей по статье 170. В этом случае его нужно освободить от работы и сохранить за ним должность. Сохранять за работником средний заработок не надо, поскольку денежную компенсацию за время исполнения государственных или общественных обязанностей выплачивает государственный орган или общественное объединение. Это положение содержится в части 2 статьи 170. К числу таких обязанностей может относиться, например, явка работника к следователю в качестве потерпевшего по уголовному делу или в суд в качестве свидетеля по гражданскому делу. Как быть, если работник не выполняет норму труда? При невыполнении норм труда по причинам, независящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2 трети тарифной ставки. Например, при простое по независящим от работника. А при невыполнении норм труда по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы. В случае допущения брака оплата труда производится в зависимости от вины работника. Если брак случился не по вине работника, то оплачивается наравне с годными изделиями. Брак по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции. Рассмотрим стимулирующие выплаты доплаты, надбавки и премии. Стимулирующие выплаты закреплены в части 1 ст. 129 Трудового кодекса. И ими могут быть доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. Все виды премии, обусловленных системой оплаты труда, являются выплатами искового характера. Иными словами, в отличие от премий, применяемых как мера поощрения работника, работник вправе обратиться в орган по рассмотрению трудового спора с иском к работодателю о выплате премии, если он выполнил показатель премирования, и у него возникло право на премию. Такие надбавки могут выплачиваться, например, в конкретной денежной сумме. Особенности примирования у конкретного работодателя устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством. Периодичность премирования, например, ежемесячная, ежеквартальная, годовая, зависит, конечно же, от специфики самого производства. В некоторых организациях это может быть ежемесячно, в некоторых раз в год. Условия, при которых премия не выплачивается, либо выплачивается в меньшем размере, может быть снижена премия из-за какого-либо правонарушения дисциплинарной ответственности в виде замечаний, выговора или увольнения, именно в тот временной период, по результатам работы за который осуществлялось премирование. Трудовой кодекс Российской Федерации также регламентирует минимальный размер оплаты труда в субъекте Российской Федерации. Это положение регулируется нормативными актами федеральным законам о минимальном размере оплаты труда и другими нормативными актами, регулирующими данное законодательство. удержание заработной платы работника. Основаниями для удержания могут быть четыре основания, которые перечислены на данном слайде. Например, возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы. Погашение неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса в связи со служебной командировкой. Возврат сумм излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок и при увольнении работника до окончания того рабочего времени, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск или за неотработанные дни отпуска. Ограничение удержания заработной платы. По общему правилу, размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% суммы. В случаях, предусмотренных федеральными законами, предельный размер удержаний может составлять до 50% выплаты. Например, удержание по нескольким исполнительным листам размер не должен превышать 50% суммы заработка. Это часть 2 ст. 138 Трудового кодекса Российской Федерации. В случае, если работник допустил ущерб, причиненный преступлением, или вред лицам, связанный со смертью кормильца, или вред, причиненный здоровью другого лица, или при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и отбывании исправительных работ, этот размер удержания может превышать, не может превышать, точнее, 70% от заработной платы. Порядок удержания по исполнительным листам установлен федеральным законом от 2 октября 2007 года номер 2229 ФЗ об исполнительном производстве. Что такое счетная ошибка? 137 статья не раскрывает это понятие, но на практике это понимается как арифметическая ошибка, то есть неверные арифметические действия. Технические ошибки работодателя, например, повторная выплата заработной платы за один период, не признаются счетными ошибками. Как же производится оплата простоя, временной приостановки работы? А здесь все зависит от того, простой произошел по вине работника, по вине работодателя, или по независящим ни от той, ни от другой стороне причинам. Еще один важный вопрос – это исчисление средней заработной платы. Очень часто при начислении каких-то выплат требуется справка о размере средней заработной платы, допустим, с последнего места работы. Итак, средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска начисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 на среднемесячное число календарных дней. И затем уже эта сумма идет при начислении отпусков, выплат, компенсаций и так далее. Трудовой кодекс регулирует сроки выплаты аванса и второй части заработной платы. Статья 136, часть 6. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, в каком размере не записана, дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной датой не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Зарплата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 или 31 число текущего месяца за вторую половину с 1 по 15. Место выплаты зарплаты. Как правило, оно оговаривается работникам и работодателям, выбирается в организации форма выплаты и место выплаты. Но современные условия позволяют выплачивать заработную плату на карту сотрудника в виде безналичной формы на основании письма Минтруда России от 20 марта 2015 года за номером 14-1 дробь ООГ 1830. Выбирается банк, с которым организация работает, открывает банковские счета для последующего зачисления заработной платы. Использует т Together